Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас от видеть у себя в гостях. Давненько у нас с вами не было новых выпусков вашей любимой рубрики. Исправляюсь! Сегодня мы с вами рассмотрим следующие крипипасты. Их список вы прямо сейчас видите у себя на экране. Но перед тем, как мы начнём, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите о своём канале своим друзьям и положительно покомментируйте. Уставайтесь поудобнее, наливайте чек с эмочеком и погнали! Будет очень интересно! Начнём бы, пожалуй, со смертельных файлов. Первый файл называется berrybreeding.exe. Berrybreeding.exe, в переводе с английского чуть дыша, известный файл легенда, который, по слухам, мог убить человека. Не подчиняется к констатам особых файлов. Да ладно! История файла следующая. Легенда гласит, что неким программистам, а точнее хакерам, имена их не разглашаются, удалось собрать все печально известные файлы. И отсталав их по размеру, они на следующий день получили вместо всех этих файлов один. Это невозможно! С названием berrybreeding.exe. Как такое могло произойти, непонятно. И, скорее всего, необъяснимо. На следующий день тела хакеров были найдены неизвестно кем. Возможно, наведавшими друзьями в комнате с компьютером или сотрудниками правоохранительных органов, которые заметили пропажу довольно большого количества людей. Однако были изроданы до неузнаваемости. Это пиздец. Вот по-другому это не назовёшь. Словно вся ярость Павла в смерти разом обрушилась на них. В одном смерче сплошного завредного хаоса, способного уничтожить всё на своём пути. В логах сгоревшего компьютера удалось найти последнюю команду, введённую в CMD. Start.disc.c.berrybreeding.exe. Также легенда указывает, что один из хакеров записал файл на флеш на сети, который впоследствии был украден, а файл был выложен в интернет. И теперь якобы можно найти истории множества инцидентов с рудронными турбами людей, скачавших выложенный в сети файл berrybreeding.exe. Крадённые компьютеры распространения файла по электронной почте. Список файлов-компонентов. Данный файл состоял из следующих крипипаст. Мариана Морти Гэсков, полная версия, обзор я и уже делал на канале. Барби Ави, здесь шестисей в одном видео, и ещё плюс один из предыдливостей. Однако может иметься в виду другое видео, по которому было написано первоначальная крипипаста, которую на моём канале тоже можете посмотреть. И оно к звёздному не относится. Суицид Маус Ави, видеообзор тоже есть на канале. Смайл Джапег, видеообзор, который тоже есть на канале. Итак, что касается расследования данного файла. Начнём с четвёртого компонента. Авторы и легенды банане не могут договориться между собой относительно него. Некоторые утверждают, что это файл Burigman.jpg, который, кстати, найти не был и не существует в природе. Другие же говорят, что это реально существующий файл Smile.jpg, и лучше, конечно, верить им. Насчёт пятого компонента скоро ведутся до сих пор. Кто-то вообще утверждает, что все компоненты — это файлы 21, их более 27. С компонентами разобрались, и определённость с ними уже намекает на фейковость данной истории. С точки зрения теории можно сказать следующее. Начнём с части легенды, что ткакеры исследовали каждый файл, но в коде они содержали лишь беспорядочную последовательность нулей и единиц. Что они там хотели увидеть кроме этого — непонятно. Наверное, самого сатану. А может, к духу? Предполагать можно бесконечно. Перейдём дальше. Чтобы число, случайно число файлов сбросились в один из точки зрения программирования, вообще невозможно. Логично. Не правда ли? Это, пожалуй, самое безбранное в этой истории. Возможно, это дело другого экс-файла, который при определённых условиях, сатировка по размеру, все файлы в одной декорации, удалял их и создавал вместо них один другой файл. Но если эти хакеры и вправду были хакерами, они чё-то знают кем, они бы заметили работу программы. Возможно, дело рук скрытого вируса Трояна, который подослала вражеская компания. Это много бы объяснило. А открытие обоих файлов в блокноте и бесконечная пиа пялиться на последовательность в нуле единиц может каждый. Если они сделали в исследовании только это, то, скорее всего, их хакерами-то не являлись. Тем более, некоторые файлы и так были неправдимыми. Мы уже знаем, что второй и пятый компоненты нереальны. Четвёртый компонент, SmileJPG, хочет существует, но влияет только на определённую группу людей, как было выяснено в расследовании. И в моём расследовании файлов в том числе. Суицид Маус Ави тоже может считать неподданным файлом. Существует ли фейк и крипипаста, видеообзор которой на канале можете посмотреть. Этот факт уже делал существование файлом теоретически невозможным. Но это ещё только начало. В истории было сказано про инциденты, которые произошли в связи с открытием файла. Тут авторы истории совсем умолчали. Какие инциденты? Градённые компьютеры? Трупы? Файл в сети? Ничего не понятно. Бусь, когда её только саму легенду, в новостях об этом не передавали. В сети на сайтах также отсутствуют информации. Конечно, есть способ отмазаться, сказав, что это скрывает правительство. Но таким образом можно оправдать абсолютно всё, что угодно. С точки зрения практики, можно сказать так. Любой скачанный barberry-basic.exe, их три на файл обменников, в основном оказывался на проверку либо скримером, либо троян. А легенда гласит, что файл это выложит. Выходит, это один из троянов? Но почему после запуска все живы? Загадка. Наверное, все знакомы знаменитым Barry Бэддигом с RCO-том. А многие, наверное, даже скачали его. Тот самый с иконкой, синей коробочкой и размером 4,61 мегабайта. Он не прецендует на звание оригинала, оказавшись в блоге до тестирования сервера NamiBitch 1.2, скачивание которой невозможно. Есть также еще две версии файла, в одной из которых якобы находится контент 18+, а в другом вирус. В сосу скачавшего данный файл, в одной из версий файла действительно есть контент 18+. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. После открытия файла ничего не происходит. Но если перезагрузить компьютер, то фон рабочего сдава поменяется на фото с голым мужчиной, а также появится папка с 18+, контентом. Он пиздец. Если на данный момент у вас компьютер у родителей или бабушки, то лучше не скачивайте подобные файлы на их ПК. Знаете, данный файл является одновременно легендой и одновременно интересной. Следующий файл называется Dead Kids Foundational. Dead Kids Foundational с английского фонд мертвых детей. Загадочное и пугающее видео, из-за которого якобы умерло 23 человека. В 2009 году на YouTube-каналу E-D-N-A-T-L-I-K-U было загружено видео под названием Dead Kids Foundational. У людей, увидевших это видео, на речении с галлюцинацией появился безумный панический страх, мигрень и тошнота. В описании под видео было написано, что на одном из кабельных каналов, на каком именно не уточняется, было показано это видео. После записи фармента передачи я не смог спать 5 дней. У себя дома я видел мертвых детей, которые напевали песенки, а на стенах были надписи, сколько детей должно умереть. Также есть история про так называемое Ивано-Францкое прошествие. Идет она со слов очевидцев. Один молодой человек, живущий в Ивано-Фрецовске, рассказал, что рылся на одном сайте, где была история этого файла. Вместо службы безопасности поступило сообщение о том, что в пригороде были слышны крики о помощи. На это сообщение был выслан Валентин Левка, полицейский. Приехав на место происшествия, он вошел в дом. На стенах были следующие надписи. Когда же нам помогут? Нас станет больше. Мы хотим мира. В главной комнате лежало несколько мертвых детей. В 9-ти плеере был диск с надписью «Фонд мертвых детей». Валентин взял диск домой и предупредил о убийстве, после чего пошел домой. Валентин запустил диск в свой 9-ти плеер, и после просмотренного он изменился. Он редко ел, не разговаривал, не шел на работу, а через 3 дня он исчез. В посте позже его нашли разрезанным напополам у себя дома. Это пиздец. Вот по-другому это не назовешь. Жена Валентина рассказала его коллегам антийски, после чего сама ищет. Интересный факт. Автор до сих пор продолжает делать ролики. Одно из видео на канале Dead Kids Fundational ранее иди не ту лайчу называется «Шкул» и содержит следующий текст. Дот дедаг асткласс. Спасибо. Существует видео 333-333-333 отсылка на выемный скринцидент, где есть отсылка на Dead Kids. Видео присутствует человек в кепке с надписью Dead Kids Fundation. Ну а сейчас давайте мы с вами разберем содержание данного видео, а потом подведем итоги по расследованию этой крипипасты. Видео начинается с надписи на синем фоне, далее следует ПСА, потом появляется надпись на синем фоне ПСА, после идет расшифровка системы оповещения о фотонном сигнале. Далее фон сменяет видео в плохом качестве и с красной надписью «Мы жаримся в электрическом видеоогне» со звуком забывания. Видео потом заменяется странным лицом, который говорит «Ты умрешь, кролик», периодически сменяемые помехами со странным звуком. После чего снова появляется лицо, но с ним появляются следующие надписи. Если еще мертвый идите там, после помех появляется другая надпись, тогда покажите себя. Снова помехи и новая надпись «Ты знаешь, как мы заботимся о тебе». И потом снова помехи и надпись, настало время показать это. Затем снова помехи и надпись «Встречишь наш в видеогороде». Во время помех слышен громкий крик. Далее появляется лицо в балавке крупным планом «Орущее что-то», а сверху надпись «Das Kids Fundational» «Перевод в фонд мертвых детей». После появляется синий фон с надписью «Фонд мертвых детей» в скобочках 702-203-85-73. На этом фагменте видео завышается. Насчет расследования можно сказать коротко. Видео абсолютно безопасно и не несет никаких посредствий после его просмотра. Предположительно, создатель видео русский, то есть живет на территории России. Эту догадку вызывает описание видеокласс и сама история про Иванова Францов. Следующий файл называется «Heu.ntv.glog.avim». Подробной информации по этому файлу мне, к сожалению, найти не удалось. Посмотрев его содержание, я могу сказать вам так. Содержание данного файла не предоставляет никакой опасности пользователю при его просмотре. И сам файл длится около 30 секунд, поэтому прямо сейчас предлагаю вам насладиться его содержанием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Следующий файл называется «Оведамина». История идет с особо очевидца. Бррр. Жуть. У меня после этого дрожат руки. Очень жуткое и страшное видео. Слабо нервным не смотреть. Оно очень страшное. Начинается оно с того, что показывают помехи. Затем в них мелькает какое-то странное существо. Затем появляется дверь. Потом всё исчезает. Затем на экране мы видим стул и дверь. Затем сарай. И всё в таком же духе. Затем на траве появляется садовый гном. Затем парелина танцует на сцене. Снова страшный монстр. А затем люди танцуют вальс. Помехи. В общем, всё видео проходит в таком стиле. И поскольку подробного разбора содержания нету. У меня я вам предлагаю следующее. Насладиться просмотром данного файла. Надеюсь, он вам понравится. Он вам скорее всего даже знаком. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На полу рядом с компьютером была лужа крови. На столе лежала флешка. Я оторпел. Я дрожащими руками взял флешку и понёс её домой. Дома я на компе решил посмотреть видео с этой флешки. На нём была показана больница. После 20 секунд нам показывали мертвецов, которые находились в этой больнице. Это пиздец. Вот по-другому это не назовёшь. Я был в шоке. Потом спустя 45 секунд появились помехи. Я быстро удалил это видео. На следующей неделе я увидел видео под названием sms.vhc. Это было то самое видео, которое я видел. Только там не было кадров с мертвецами. Я сохранил это видео к себе на компьютер. Потом это видео по непонятным причинам было удалено с ютуба. Так как файл очень короткий, то предлагаю вам насладиться его содержанием. И последний на сегодня смертельный файл zlaga.avi. К сожалению, подробной информации по этому файлу мне найти не удалось. Он всего длится 15 секунд. Я вам предлагаю насладиться его содержанием во всей его красе. Субтитры сделал DimaTorzok Но потом появились помехи. Пост потом была профилактика. А затем появились две фотки, а потом снова помехи. И затем эфир вернулся в обыденное состояние. Вот такая вот короткая история данного взлома. А теперь мы с вами разберём его содержание, чтобы наиболее, так скажем, углубиться в его смысл. Видеоролик начинается с демонстрации очередного мультфильма. Вставлять фагмент данного мультфильма я видео своё не буду, так как за это могут страйки. А потом переизрывать всё по новой. У меня небов на это не хватит. Далее появляется чёрный экран с надписью «Ты не боишься». Потом появляются помехи. А затем появляется настоечная таблица, которая сильно напоминает настоечную таблицу ОРТ 2000-х годов. Дальше появляется какая-то картинка. Потом какая-то картинка, сделанная, скорее всего, в пейнте. Но это не точно. А затем появляются помехи и конец данного взлома. Затем эфир возвращается в обыденное состояние. Следующий взлом произошёл на телеканале НТВ 2 мая 2014 года. Подобной информации по этому взлому у меня, к сожалению, нету. Сука, вы что, серьёзно? Поэтому я вам предлагаю прямо сейчас разобрать данный взлом более подробно. Видеоролик начинается с заставки телекомпании НТВ, а потом появляются часы телеканала НТВ. Потом сверху них появляются помехи, и дальше появляется чёрное-белое видео непонятного содержания с какими-то странными и страшными элементами. А также с одной улыбкой-скримером, известным, под названием «Белая улыбка», если я не ошибаюсь. Потом далее появляются помехи, часы телеканала НТВ и анонс телевизионной программы «Сегодня». И всё, на этом взлом заканчивается. Про этот взлом мне больше сказать, к сожалению, нечего. А ваше мнение пишите в комментарии, я обязательно почитаю. Следующий взлом произошёл на телеканале «Россия-1». Подробной информации по этому взлому, к сожалению, нету. Также дата и время данного взлома неизвестны. Сам взлом длится всего 34 секунды. Вот это поворот! И я предлагаю вам насладиться его содержанием во всей его косе. И наслаждайтесь лучшими моментами. Когда живот раздут от газов, эспумизан примите сразу. Умели я танцевать? Я дважды народный артист. Почётный житель двух городов. Следующий взлом произошёл на телеканале СТС. 8 августа 2021 года. Подобной информации по этому взлому у меня, к сожалению, нету. Поэтому мы с вами сразу же разберём его содержание. Видеоролик начинается с демонстрации мультфима «Босс Молокосос». Дальше появляются помехи. А затем появляется видеоряд из взлома телеканала «Домашний», который называется «Петер-Ицидент». И всё, после «Петер-Ицидента» эфир возвращается в обыденное состояние. Если честно, я всё ещё удивлён, что многие легендарные взломы телеканалов вставляются в другие взломы телеканалов. Совпадение? Не думаю. Вот это уже как бы интересно. Следующий взлом произошёл на телеканале НТВ 21 апреля 2002 года. К сожалению, подобной информации по этому взлому также нету. Слов! Когда дети Тёме скинули взломы, но большинство из них не имеют истории. Пиздец. Жаль, конечно, этого добряка. Поэтому я вам предлагаю прямо сейчас разобрать его содержание. Видеоролик начинается с демонстрации программы «Своя игра» на телеканале НТВ. Дальше постепенно начали появятся помехи. После появления помех появляется настойчивая таблица времён 2000-х. Дальше появляется какая-то надпись. Головы, надпись 666.exe на красном фоне, а также различные другие надписи и страшные картинки. Например, переделанные в фотошопе лица Коржика Крамеки Компота из трёх котов. Скример с Михаилом Зеленским. Я даже знаю, кто его автор. А затем появляются различные непонятные надписи. Потом являются головы из видеоролика 6996. Дальше появляются постепенно различные надписи, картинки, страшные эмиленты, скримеры. В том числе и скример с крошем из Мишариков, где у него клыки, красные глаза и ещё какая-то чёрная полоска. Дальше эфир возвращается в обыденное состояние. К сожалению, про этот зло мне больше сказать нечего. А коротко я могу сказать именно так. Много страшных эмилентов, скримеров и... всё. Дальше по списку у нас идёт взлом НТВ в 2009 году. Описание идёт со слов очевидца. Здравствуйте, меня зовут Александр, мне 45 лет. Когда я пришёл с работы, поздно, я включил телевизор и переключил на канал ТНТ. Там было шоу Дом-2. Я его ненавижу, поэтому я переключил на канал НТВ. Там были титы какого-то сериала. Потом появилась составка профилактики. И потом начинает глючить эфир. Потом появились помехи и наздочная таблица. Потом её расплющило. И появились помехи. А потом появилось какое-то видео, похожее на моё мецкий инцидент, но по зелёному слонику. Там были некоторые фразы из этого фильма. Потом появился скример. А затем помехи и всё пришло в норму. Появились часы. И я это всё записал на кассету, а потом сохранил её на даче. 9 июля 2020 года, точнее 2022 года, я пришёл на дачу и заметил кассету. Там была надпись НТВ 2009. Я посмотрел и испугался, что в ней. А там были титры, помехи, настойчивая таблица и слоник инцидент без слов. А сейчас мы с вами посмотрим на содержание данного взлома. Начинается видеоролик с демонстрации титров какого-то сериала. Какого сериала, к сожалению, мне естественно непонятно. Дальше появляется табличка. Уважаемые телезрители от телекомпонии НТВ. При этом она зацикливает. Дальше появляется настойчивая таблица. И после неё появляются помехи. А дальше появляется вроде новоёмецкий инцидент. А именно видеоролик 7777777777. Такую пародию можно было увидеть в одном из взломов телеканала СТ 2013 года. Тогда он назывался Слоник инцидент. И после данного видеоряда эфир возвращается в обыденное состояние. Про этот взлом мне сказать, естественно, больше нечем. Взлом 5 канала. Данный взлом произошёл 12 января 2009 года. Подробной информации по этому взлому у меня, к сожалению, нету. Я уже посмотрел содержание данного взлома. И оно является полностью безопасным. И чтобы вы хоть как-то вникли в содержание данного взлома, я вам предлагаю насладиться им в полной красе. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...